Ребят, всем привет! В этом ролике я хотел бы рассказать вам о том, как построить программу тренировок для девушек и чем женская программа отличается от мужской, независимо от того, где вы занимаетесь, в тренажерном зале или в домашних условиях. Если вы на моем канале впервые, то меня зовут Александр Добромиль, приятно познакомиться. Я сам похудел более чем на 30 килограммов и привел свое тело в порядок, при этом я заниматься начал там уже практически в 30 лет. И помимо этого, помимо своей собственной трансформации, я несколько лет проработал в зале тренером, и основой моих клиентов как раз-таки были девушки, потому что девушки в целом по статистике являются большими потребителями фитнес-услуг. Мужики все-таки они как-то более самостоятельные, да, на них приходят. Мужчины не так часто пользуются услугами профессионального тренера, как девушки. Вот, поэтому девушек всегда среди клиентов было больше. Вот, и сегодня я расскажу вам о том, как нужно построить женскую программу тренировок и чем она от мужской отличается. Да, если мы возьмем вообще мужчину, то у него, как правило, идет классический сплит, предположим. Три тренировки в неделю, в понедельник он тренирует ноги, в среду он там тренирует, там, предположим, грудь-плечи, а в пятницу он тренирует спину, бицепс и трицепс. То есть он конкретно так пропорционально делит тело. Если мы берем девушку, то такая программа, скорее всего, девушке не подойдет. Почему? Потому что если мужик тренирует грудь и плечи, то это получается такая довольно-таки полноценная тренировка по энергозатратам и по выбросу гормональному, а гормональный выброс помогает нам набирать мышечную массу и снижать жировую прослойку в комплексе с правильным планом питания. И грудные мышцы и плечи, предположим, у мужчины будут значительно больше, чем у девушки. Мужик там пожал сотку, разводку поделал с 20 килограммами, на плечи поделал какие-то упражнения, у нее все как бы и вымотан фактически, да, и нагрузочку хорошую дал, и такая тренировка достаточно неплохая и по энергозатратам, и по гормонам. Если девушка занимается по такой программе тренировок, то есть тренирует грудные мышцы и плечи, у нее грудные мышцы и плечи по мышечному объему несопоставимо меньше. И такая тренировка для девушки, она будет, ну, очень неэнергозатратной, очень негормональной, условно говоря, в плане выброса полезных гормонов, которые нам нужны там и для кожи, и для волос, да. Кстати, основа вот того, что происходит, да, там что-то где-то начинает подвисать, кожа становится дряблой, это все отчасти зависит от гормона роста. И тренировки продуктивные, они как раз таки являются бустером гормона роста. И тренировки, они непосредственно фактически влияют не только там на снижение жировой прослойки, на увеличение мышечной массы, ну и на кожу. Вот это самое лучшее косметическое средство. А такие тренировки, когда, предположим, девушка потренировала грудь и потренировала плечи, на одной тренировке потратила всего 100 калорий, гормонов не выбросила, вот такая тренировка, к сожалению, не будет столь продуктивной. Поэтому тренировки мужские, тренировки женские я всегда строил немного по-разному. Вот, и в женском случае, да, как бы я построил программу тренировок, женщины, самая крупная мышечная группа, и у мужчин и у женщин, это ноги, да. И у женщин, в принципе, это такая основная мышечная группа, где мы можем более или менее адекватную нагрузку дать. И к тому же, ну, в основном, там, бедра, ягодичные мышцы, да, это такая основная группа, с которой женщины хотят провести какую-то трансформацию. Ну, понятно, что там, животик убрать, там, стали что-то убрать и так далее. Это всё пропорционально уберётся, само собой. Но, тем не менее, основную нагрузку мы отдаём на ноги. Но я делал всегда тренировки ног разные. То есть, предположим, в понедельник вы делаете базовые упражнения на ноги. Приседания, выпады, да, какие-то, мёртвую тягу, предположим, там, со штангой или с гантелями. Независимо от того, где вы занимаетесь в домашних условиях или в тренажёрном зале, в понедельник это может быть базовый день ног для вас. Присед, выпады и, предположим, какая-нибудь мёртвая тяга. И какие-то такие вот базовые, самые базовые упражнения на ноги. Ну, в комплексе можно сделать, допустим, там, ещё пару упражнений на пресс. Опять же, каких-нибудь комплексных упражнений на пресс, которые включат в работу максимум мощных волокон и позволят вам потратить максимуму калорий. В среду, например, мы можем сделать полностью всю верхнюю часть тела. То есть, это и спина, спина вторая по величине, мышечная группа. Это и грудные мышцы, это и плечи, это и руки. То есть, это, опять же, какие-то комплексные упражнения. В зависимости от того, где вы занимаетесь, они будут выглядеть по-разному. Вот, кстати, все ссылки на программу тренировок и для мужчин, и для женщин вы найдёте прямо под этим видео. Всё в гифках, всё сделано классно. На нашем новом сайте MakeFitnessPro. Вот, вы найдёте полную информацию и в том числе по питанию. Вот, и предположим, пятая, прошу прощения, третья тренировка. Это может быть тоже тренировка на ноги, но более изолирующая. То есть, предположим, какие-то отведения ноги, ягодичный мостик и так далее. То есть, те упражнения, которые тоже включают в работу мышцы ног, но включают какие-то конкретные отдельные участки, предположим, ягодичные мышцы, отдельно большую ягодичную мышцу, отдельно малую ягодичную мышцу, при отведении ноги в сторону и так далее. Таким образом, у вас получается три тренировки в неделю. Понедельник – базовая тренировка на ноги, вторник – верхняя часть туловища. И в пятницу – это изолирующие упражнения на ноги. Ну и везде где-нибудь можно добавить упражнения на пресс и какие-то комплексные движения, знаете, какие-то комплексные упражнения, где большинство мужчин и групп в работу включаются для трата дополнительных калорий. Дополнительных калорий, если вы, предположим, снижаете жировую прослойку. И, кстати, девушкам подходят в большей степени, считая тренировки в фулл-бадди. Это когда вы на каждой тренировке тренируете отдельные, одни и те же мышечные группы. То есть, предположим, если мужчина тренирует на каждой тренировке при седжим-тягу, то ему очень сложно восстанавливаться от тренировки к тренировке за счет того, что у них очень большой мышечный объем по сравнению с женщинами. Женщины и так, они более стрессоустойчивые, они больше переносят какую-то нервную нагрузку. По крайней мере, по научным данным, по информации, которую я читал в различных источниках, в том числе и в книгах, да. Обычно ученые описывают женскую нервную систему как более стойкую, более жизнеспособную. Вот, и женщины такой стресс, они вообще именно морально, психологически, они переносят сильнее, они переносят лучше. Вот, и когда вы выполняете упражнения в отказ, сильная тренировочная нагрузка, это в первую очередь психическое напряжение. Вот, естественно, мышечное тоже, но немаловажное психическое. И когда девушки с условно небольшой мышечной массой, да, если сравнивать их с мужчинами, выполняют одни и те же упражнения, там, допустим, три раза в неделю, они восстанавливаются значительно быстрее, чем, предположим, восстанавливался бы мужчина. Во-первых, они лучше переносят стресс, во-вторых, у них просто сам по себе мышечный объем меньше, да, чем у мужчины. И поэтому они восстанавливаются быстрее. Поэтому, в принципе, для женщин, допустим, и такие тренировки, что вы там три раза, три-четыре раза в неделю можете там приседать, делать выпады, но без фанатизма, в ограниченном объеме. Вот, но, в принципе, одну и ту же тренировку можете повторять там несколько раз в неделю. Опять же, повторюсь, что все ссылки на все программы тренировок вы найдете в описании к этому ролику. Вот, ну и что касается питания. То есть питание, естественно, это, но я бы не сказал, что это основа, говорят, что это основа, там, допустим, что касается похудения. Я с этим не совсем согласен. Питание это основа, если вы хотите, вы 100, а хотите стать 90, и неважно, как вы при этом будете выглядеть. Вот здесь, да, питание это основа. Вот, если вы просто хотите цифры изменить, если вы хотите трансформировать свою фигуру, то есть вы была, были, была, были, был, неважно, полная или полный и не спортивные, вот, а хотите стать без живота и с более спортивными формами, то тут, я думаю, что все-таки основа это тренировки. Питание это неотъемлемая часть, но питание это не основа. То есть на первое место я бы все-таки поставил тренировки, потому что именно они способны и гормональный фон изменить, и фигуру скорректировать. Но, конечно, если вы не будете придерживаться правильного питания, фигуру вы не трансформируете. Вот, что по питанию, опять же, на нашем сайте все планы питания вы найдете. Ну вот, там все расписано вплоть по калорийности, да, там таблицы с различной калорийностью. Вот, и по спортивным добавкам тоже информацию на сайте найдете. По спортивным добавкам здесь что можно рекомендовать? В первую очередь это л-карнитин, да, который транспортирует жир из жирных кислот в митохондрии для окисления. Очень важная штука, которую можно принимать непосредственно перед тренировкой. И это вторая добавка, которую я бы порекомендовал, это, наверное, протеин. Протеином можно заменять некоторые приемы пищи. С помощью протеина можно повысить количество белка, да, который вам необходимо съедать в течение дня. А это, напомню, на один килограмм веса должно быть не менее полутора-двух граммов белка. Вот, для того, чтобы вы худели не за счет мышц, а именно за счет жира. И чтобы ваша фигура не просто вы были сарделька, а стали сосиска. Вот, чтобы вы были сарделька, а стали... Я не знаю, зачем сравнить, но стали, в общем, чтобы вы свою фигуру преобразили. Чтобы, если в женском случае брать, да, чтобы ягодичные мышцы, они стали более круглыми, там, задняя часть бедра, она стала более спортивной, чтобы вы в целом, да, там, и осанка, чтобы у вас была, там, спинку немножко подправить. Вот, все в таком духе. В общем, для этого, для всего нужно и правильно питаться, и потреблять достаточное количество белка. И здесь основная добавка – это партеин. Вот, ну, ссылку на статью про спортивные добавки, и что я рекомендую для набора мышечной массы, и для снижения жировой простойки вы также найдете в описании к этому ролику. Вот, переходите, изучайте. А в целом, ну, я думаю, мысль мою вы поняли, да, чем отличаются мужские тренировки от женских. Вот, и все, повторюсь, что комплексы вы найдете на нашем сайте MakeFitnessPro. Там все расписано более чем подробно, поэтому переходите и изучайте. Все, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Буду рад ответить. Если не отвечу, не обижайтесь. Не могу отвечать на все комментарии, потому что ограничен во времени, комментариев очень много. Как говорили в школе, вас много, а я одна. Вот так вот. Все, ребят, всем пока.